Иудей, кто внук В этом удивительном тексте мы видим рассуждение апостола Павла о важности внутренней жизни, потому что, как сказано здесь, не тот иудей, кто таков по наружности, кто, может быть, даже имеет какие-то отличительные признаки принадлежности к народу Божьему, но тот, кто внутренне таков. Я думаю, то же самое правило в отношении и к христианинам. Не тот христианин, кто таков по наружности. По своей сути мы где-то внутренне, где-то подсознательно всегда стремимся к тому, чтобы производить правильное впечатление на окружающих людей. Нам очень важно, как оценивают нас со стороны, как мы выглядим со стороны. Нас очень заботит часто внешность нашей чаши. Но Слово Божие говорит, что для Бога на самом деле важнее, кто иудей, кто христианин и кто внутренне таков, кто состоит в завете, кто обрезан не по плоти, но, как сказано здесь, в сердце, по духу. Для Бога важнее то, что происходит внутри. Если есть несоответствие внешнего и внутреннего, то грош цена всему, что внешне создает впечатление о нас. Но если внутри есть глубокие побуждения к Богу, устремление нашего сердца к правильным вещам, то и внешне это также для Бога имеет значение. Давайте в первую очередь обращать на то, что внутри нашего сердца. Будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Аминь.